Ольга Родионова обожает театр. Для нее любой спектакль – это маленькая жизнь. Каждая постановка вызывает бурю эмоций, дает возможность погрустить или посмеяться, а иногда задуматься о многих вещах. Однако прикоснуться к искусству не всегда получается. Из-за работы вечера обычно сильно загружены, поэтому женщина пришла в местную библиотеку послужить лекцию о городских театрах. Я с удовольствием послушала бы о новых постановках, о изменениях в актерских составах, если таковы есть, о перспективах, в каких фестивалях, в каких знаковых событиях театр нашего города примут еще участие. Такое интеллектуальное лакомство, такой эмоциональный изыск – это не спеша. Прямо вдыхая, не спеша. Как ликер маленьким глотками. В Самаре в библиотеке номер 15 прошел арт-час «Самара театральная». Гости ознакомились с историей городских театров и творчеством 20 коллективов. Играть на сцене нелегко. Актеры ежедневно отдают театру свои силы, время, знания и опыт. В каждую постановку они вкладывают сердце и душу. А все для того, чтобы услышать заветное браво. Ведь лучшая награда – это любовь и улыбка зрителя. Самарский академический театр оперы и балета – один из крупнейших российских музыкальных театров. Открытие театра состоялось 1 июня 1931 года. В зале библиотеки собрались читатели серебряного возраста. Организаторы говорят, такие встречи для них полезны. Ведь пожилые люди тоже хотят оставаться в курсе событий, которые происходят в городе, вести активный образ жизни. Библиотекари напомнили читателям – впереди выходные. Рассказали о том, как провести их культурно и с пользой. Мы пригласили свободных жителей нашего микрорайона, чтобы они смогли выбрать свой маршрут, куда им пойти в выходной день, какой выбрать театр. После того, как выступит библиотекарь, у нас происходит чаепитие, когда читатели могут поделиться и своим впечатлением, и рассказать о том, что они знают о происходящих событиях. Мероприятие прошло в рамках цикла «Литературно-культурная Самара». Ксения Баканова, Николай Епифанов. События.